Всем привет! Меня зовут Зубик Виктор, это канал SmartRant. И я сегодня хотел бы поделиться очень важной новостью, про которую написало мне несколько человек. Дело в том, что Сбербанк ввел ипотеку всего 1% для новостроек. Это очень важная информация, поэтому я решил поделиться своим мнением и в целом, что сейчас думают про этот рынок. Будет интересно? Поехали! Сбербанк планирует снизить ипотечную ставку для жилья, который устроится именно по эскроу-счетам. И про это заявил заместитель председателя Сбербанка Анатолий Попов. Вот что он сказал. Сбербанк планирует ввести новую ипотечную ставку от 1% для домов, которые идут по эскроу-счетам. Раньше застройщики использовали деньги дольщиков для строительства дома. Сейчас, с 1 июля 2019 года, застройщикам запрещено использовать деньги, которые вносят дольщиков. Эти деньги теперь лежат на отдельном счете. Это называется скроу-счет. И этот счет будет находиться у банка. У банка, который аккредитован у застройщика. А застройщик уже берет кредит или собственные деньги для того, чтобы строить жилье. То есть он не может использовать ваши деньги, и ваши деньги находятся под защитой банка. Давайте про новость. Самая минимальная ставка будет 1%, но эта ставка будет только по программе государственной для молодых семей с детьми. Стандартная ставка будет 3,3% для объектов, которые аккредитованы Сбербанком. А уже для всех остальных ипотечных программ ставка будет 5,3%. То есть на самом деле не все так хорошо. И для того, чтобы получить сниженную ставку, вам нужно купить квартиру только у застройщика, который аккредитован Сбером. И данная ставка будет действовать, внимание, только на момент строительства новостройки. То есть до ввода в эксплуатацию, даже не до передачи ключей. То есть вы минимальную ставку 1,3,3% или 5,3% будете платить во время строительства дома где-то 1,5-2,5 года в зависимости от даты покупки жилья. Давайте разберем это на примере. На самом деле банк будет даже давать два варианта на выбор. То есть либо скидку на все время кредита, и она будет составлять 1,4%, либо скидку только на время строительства дома. Это будет скидка 4%. То есть если вы взяли квартиру с первоначальным взносом, например, 20%, и Сбербанк вам дал 9,3% на новостройку, то на момент строительства вы будете платить всего 5,3%. Но когда дом введут в эксплуатацию, это примерно 2 года, 2,5, вам придется опять платить 9,3%. На самом деле не так уж все и сладко, но есть очень важное замечание. Дело в том, что застройщики будут заинтересованы максимально быстро сдать объект в эксплуатацию, а не тянуть. И банк их будет довольно быстро в этом подгонять, для того, чтобы тоже заработать больше денег. Откуда же берется скидка? Неужели Сбербанк решил поделиться дешевой ипотекой или дешевыми деньгами? Нет. Дело в том, что 4% эту скидку, которую Сбербанк обещал застройщикам на приобретение, на строительство домов. Но они решили эту скидку передать дольщикам, для того, чтобы дольщики купили по сниженной ставке квартиру у застройщика. А застройщик уже все проценты вшивает в стоимость квартиры. То есть люди толпой сейчас могут рвануться ради дешевой ипотеки. 1 или 3,3%. Разницы нет. И будут покупать квартиры по завышенной уже стоимости. Но будут думать, что они сэкономили и сэкономят сотни или миллионы рублей. Зачем это сделано в ноябре? Дело в том, что основной пик продаж в России на новостройки либо квартиры приходится в ноябре и декабре любого года. И сейчас застройщики видят, да и покупатели. Темпы продаж снизились и все притаились. Все думают уже покупать после 2020 года. Все не знают, что произойдет с рынком, подешевеет или нет. И покупателям нужен импульс или мотивация, почему нужно купить именно сейчас. И Сбер застройщиками придумали просто рекламную компанию, которая позволит им сделать продажи в ноябре-декабре и закрыть свой успешно финансовый год. И самое интересное, что застройщики еще сами решают, на какие объекты будет действовать льготная ипотека, на какие нет. То есть они, скорее всего, будут сейчас еще избавляться от неликвидных своих объектов для того, чтобы их дольщики купили именно сейчас, в конце года. На мой взгляд, это, конечно, увеличит количество сделок. Особенно для тех, кто сейчас или арендует квартиру, или боялся купить квартиру по разным причинам. Например, вложить деньги в новостройку и ее не получить. Или боялся переплачивать огромные проценты банку. Сейчас все эти страхи и риски убрали. И, конечно, это увеличит количество сделок по новостройкам. И застройщики за счет этого могут увеличить ценник. Я не думаю, что это будет сильно, но на 4-5% точно цена будет выше. Именно на квартиры по искроу-счетам и именно на квартиры со сниженной ипотекой. Возможно, даже будут неликвидные квартиры, которые раньше не продавались, а сейчас до конца года она уйдет на ура. И это, возможно, тоже отразится как-то на вторичном жилье. Оно может тоже подорожать, но я не думаю, что сильно значительно. Поэтому мне кажется, что застройщики и Сбербанк придумали очень хорошую рекламную компанию, которой давно не было на рынке недвижимости. Как это отразится на экономике в России? Мне кажется, что положительно. Строят больше домов, покупают больше квартир, выплачивают больше налогов. Для этого нужны люди, обычные граждане Российской Федерации, может быть, ближнего срубежья. И всем нужно платить зарплаты, увеличится количество рабочих мест. И в целом строительство — это двигатель экономики любой страны. Поэтому мне бы хотелось верить, что этот закон направлен и на улучшение экономической ситуации в России. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого закона. Покупать сейчас квартиру или нет? Мне кажется, вот это самый важный вопрос. Как мне кажется, даже сейчас можно найти хорошее предложение и найти предложение от застройщика по дешевой ипотеке. Поэтому если вы отнесетесь с умом, все просчитаете, сравните несколько вариантов и найдете хороший. Только в этом случае нужно покупать, а не ведитесь на рекламу застройщиков с неликвидными объектами. Обязательно учитывайте этот фактор. Сэкономит ли покупатель деньги или нет? Мне кажется, что если покупатель возьмет сниженную ипотеку всего лишь на 2 года и остальные 18 или 28 лет будут ее платить, то он не сэкономит серьезных денег. Но можно посмотреть на ситуацию под другим углом. Если у вас есть возможность взять сейчас квартиру в эту дешевую ипотеку и выплатить ее за 2 года, пока строится дом, то мне кажется, что это будет выгодное вложение, и вы сможете сэкономить банковские проценты и выгодно купить квартиру или для инвестиций, или для себя. Поэтому можно воспользоваться этой возможностью и на самом деле заработать или сэкономить серьезную сумму денег. Давайте посчитаем на примере. Допустим, вы купили квартиру за 10 миллионов рублей. Ну или планируете купить квартиру за эту сумму. Раньше у вас была ипотека по госпрограмме 5% либо стандартная 9%. Сейчас, например, у вас будет 1% либо стандартная 5%. Ну 5,3%. То есть экономия всего 4%. Нету больше экономии. И за 2-2,5 года 4% на 10 миллионов рублей получают где-то 800-1 миллион рублей. Вы сэкономите с помощью новой программы Сбера. Насколько подорожает жилье? Если квартира стоила 10 миллионов, то станет она где-то 10,5. То есть в целом вы можете сэкономить где-то 500-600 тысяч рублей благодаря новой рекламной акции и программе от Сбера. В целом выглядит неплохо, но будет интересно, конечно, посмотреть по итогу, какие реальные цифры будут, насколько увеличится недвижимость, или она будет стоять на том же уровне. Мне кажется, что больше можно будет заработать, если купить в 2020 году по этой же программе. Скорее всего, застройщики сделают дисконты и можно будет сэкономить не 500-600 тысяч, а где-то там 700-800. Важно, обязательно поделитесь этим видео с теми, кто планирует сейчас купить квартиру. Возможно, они смогут сэкономить деньги и взять по более низкой ипотечной ставке квартиру сейчас и с более выгодным предложением. А если именно вы покупаете квартиру, то напишите в комментариях, что вы думаете по поводу сниженной ипотечной ставки Сбера. И, как всегда, мой самый важный совет – выбирайте недвижимость с умом. Просчитывайте все досконально, сравнивайте максимальное количество вариантов. С вами был Зубик Виктор. Обязательно подписывайтесь на мой канал «Смарант про недвижимость», ставьте лайки, комментарии. Это будет продвигать видео и увеличивать количество новых видео. Всем спасибо, пока!